Грядет блэкаут, пишут так СМИ. Грядет блэкаут, это украинские СМИ пишут. Покупайте генераторы, повербанки, готовьтесь. Министр энергетики Украины так сообщает. Готовьтесь. В Израиле то же самое происходит, а в России как? Скажите, друзья, вы что-нибудь слышите от своих министров? Такие речи. Готовьтесь, покупайте то-то, то-то и то-то. Кто-то вам что-то сказал такое? Или вашим министрам вообще фиолетово до ваших проблем в будущем? На фоне наращивания ракетных ударов Российской Федерации по объектам энергетики Украины местное население потихоньку готовит к полному энергетическому коллапсу в стране. Такая ситуация, друзья, такая ситуация. Трамп в годы своего президентства считал, что Украина должна быть частью России. The Guardian, газета The Guardian сообщает нам об этом. Трамп не мог смириться с мыслью, что Украина была независимым государством. Будучи президентом, Дональд Трамп очень ясно дал понять, что, по его мнению, Украина и, конечно же, Крым должны быть частью России. Рассказала его экс-советница Фиона Хилл. Взгляд Трампа на Украину был, по сути, идентичен взгляду Путина. У него действительно не укладывалось в голове, что Украина была независимым государством. То есть Путин и Трамп – это одно мнение. Поэтому, если вы голосуете за Трампа, значит, вы голосуете за Путина. Появились кадры с состоянием моста в Одессе после ракетных ударов. Вероятнее всего, по мосту еще будут наноситься удары для уничтожения опор. Все мосты будут разрушены. Все станции, вырабатывающие тепло для населения, к следующей зиме будут разрушены. Новая политика, которая сегодня используется сотрудниками или, так скажем, чиновниками во власти, она, возможно, подвергается какой-то критике, возможно, многое правильно говорят. Видите ли, мы должны знать цель государства. Когда мы не знаем цель нашего государства, то мы не можем решить, правильно ли решает правительство или неправильно. Со стороны правительства они все делают правильно. Но со стороны народа, собственно говоря, наверное, здесь не очень-то о народе беспокоятся. Но все же, давайте послушаем, что еще хочет сказать нам Государственная Дума. Сначала страна, потом жизнь. В Государственной Думе раскритиковали россиян за нежелание умирать. Об этом пишет The Moscow Times на русском языке о том, что те граждане России, для кого жизнь – это главное, могут продать страну, заявил депутат Государственной Думы Алексей Журавлев на 13-м форуме Лиги Безопасности Интернета. Меня с детства, он себя, он себя, конечно, в первую очередь, вот он самый правильный. Меня с детства воспитывали сначала страна, потом мои родные и близкие, потом мои ценности, и только потом моя жизнь. А вы как думаете, правильно такая постановка вопроса? Далее он продолжает. «У нас сейчас как? Жизнь – это, понимаете, для нас главное», – размышляет депутат. А кто будет воевать, если начнется большая война? То есть о большой войне Государственная Дума постоянно думает. В конце прошлого года Реутерс со ссылкой на рассекреченный отчет американской разведки сообщил, что потери России в войне против Украины достигли 315 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Это 87% личного состава, который Минобороны собрало для вторжения в феврале 2022 года. А после этого сколько было мобилизации? Об этом не говорят. Но мы не будем в цифры ударяться. Цифры для нас не главное. Важен принцип, подход чиновников к народу, к народу населения, к народу нашей земли. В феврале этого года на основе данных Росстата, Реестра наследственных дел и информации из опубликованных некрологов посчитали, что за два неполных года войны в Украине российская армия потеряла, не буду даже цифры называть, они неправильные, неверные, я с ними в корне не согласна, ну просто потеряли большое количество населения. Многие российские военные в результате боевых действий в Украине остались инвалидами. Под данным Социального фонда России, это бывший пенсионный фонд, теперь называется Социальный фонд России. Зачем пенсионный фонд был переименовыван, чтобы запутать людей? Ну когда говорят Пенсионный фонд, то все понятно. А теперь это Социальный фонд России. Итак, бывший Пенсионный фонд России опубликовал данные, которые взяты у Росстата, что в 2023 году количество получателей пенсии по инвалидности в Российской Федерации выросло, только подумайте, на почти 100 тысяч человек. Это 91,7 тысячи человек, что стало рекордом. После того, когда в 1997 году массово возвращались ветераны Первой Чеченской войны. То есть мы подошли к этому. Почти два десятилетия численность пенсионеров, инвалидов в России неуклонно снижалась. Но с начала 2020 года этот показатель вновь медленно пошел вверх. А после 2022 года таких получателей стало почти на 100 тысяч больше, что сопоставимо с мужским населением Пскова или Находки. Ни о чем. Вы знаете, когда пишут Псков, Находка, о чем говорят люди? Очень странно, да? Но это новости, которые нам приходится читать. Депутат Журавлев прославился в 2020 году, когда в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1» он заявил, что в Дании якобы существует специальный бордель для зоофилов, в котором можно, ой, друзья, даже говорить не хочется, да, изнасиловать черепаху. Так написано. Так пишут в газетах. Конечно, я не знаю, вот допустим, я не знаю, что это есть. Но люди, которые посещают, они, конечно, знают. Или, может быть, такие похоти, желания. Ну, когда ты далек от этого, то тебе, в принципе, до лампочки. Что там они делают? Хотя, конечно, это противно, мерзко. Еще одна новость довольно интересная для вас должна быть. Индию и Китай поймали на поставках в Россию зараженного мяса. Вуаля, приехали, друзья. Приехали к зараженному мясу, который Индия и Китай нам поставляют. А свое где мясо? А где свое мясо? Вы говорите о том, что на полках у вас есть мясо. Так оно из Индии и из Китая. Что вы кушаете? Зараженное мясо – это то, что пишут. Новости в мясе буйволов из Индии, которые в России часто выдают за говядину и продают по всей стране. Россельхознадзор обнаружил бактерии группой кишечной палочки, а в куриных грудках из Китая поставляемых на российский рынок нашли сальмонеллу. В первом случае некачественную продукцию поставляли сразу три индийских компании. В одной из партий нашли цитробактер, энтербактер и клепсиел. При этом все упомянутые компании сотрудничают с крупнейшими российскими оптовиками. Из-за цитробактера у человека начинается интоксикация и обезвоживание. Энтербактер вызывает диарею, боль в животе, высокую температуру. Также снижается пилок в крови, что приводит к проблемам с печенью и почками. Из-за клепсиела начинает болеть живот, появляется тошнота, изжога, жидкий стул с кровью, могут развиться пилонефрит, цистит и простатит. Во втором случае нарушителем оказалась китайская компания, реализующая свою продукцию небольшими партиями через интернет. Основными ее клиентами являются дальневосточные перекупщики, которые развозят товар по всей России. Сальмонеллу в курице этой компании уже находили в 2022 году. Сальмонеллу может вызвать не только боли в животе и рвоту. Из-за нее также могут начаться менингит, пневмония, проблемы со слизистой кишечником. И это не первый случай обнаружения опасных для здоровья продуктов питания, реализуемых в российских магазинах. В августе прошлого года специалисты Роскачества нашли сальмонеллу и другие бактерии, в том числе группой кишечной палочки в фарше. Было исследовано 18 торговых марок куриного фарша из 10 субъектов страны. При этом только две торговые марки из всех были признаны высококачественными. Из 18 только две. Продукцию проверяли по 86 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. В декабре 2021 года Роскачество обнаружило клой с 3 дней и кишечную палочку в готовых мясных и печеночных паштетах. Для проведения испытаний специалисты ведомства закупили в магазинах готовый паштет с мясом и печенью 16 торговых марок. По результатам анализа в половине исследованных товаров, это 8 торговых марок, были найдены нарушения. В ноябре прошлого года Россельхознадзор выявил в говяжьих котлетах ООО Мираторг Запад, бактерии, вызывающие тяжелую пищевую болезнь Листериоз. Котлеты предназначались для сети «Вкусно и точка». Вы все понимаете, да? Я надеюсь, что вам это понятно. Конечно, здоровье россиян, каждый здесь должен уже теперь заботиться сам о себе, чтобы думать, что он кушает, выбирать. Не дешевле. И если дешево, то вы можете попасть на такие инфекции, которые как раз завозятся из других стран. Конечно, Китай руководит Россией. Китайские чиновники сидят в России. Мы об этом с вами говорим, по-моему, с 2017 года. Но Китай, конечно, осваивает российский рынок не только мясом, не только какими-то текстильными продукциями, но еще и автомобилей. Несколько лет Китай пытается на российский рынок поставить автомобили. Автомобили не прошли проверку. Многие были возвращены сразу же после покупки. Однако же это не помешало на сегодняшний день Китаю резко взвинтить цены на машины после того, как он захватил российский рынок. Других автомобилей нет, друзья. Единственное, что сейчас покупают россияне, это белорусские автомобили. Кроме китайского, ничего нет. А раз они заняли российский рынок, а всех других выгнали из России, то они взвинтили цены. Они могут это делать. И это закон бизнеса. Средняя цена нового китайского автомобиля в России достигла более трех миллионов рублей. В первые три месяца подорожание составило 9,3%, что превысило официальный уровень инфляции в 7,2%. Сильнее всего на 53% выросла цена на мобили ГАЗ, которые стали стоить 4,3 миллиона рублей. Следом идет ГИЛИ. Автомобили этого производства прибавили 20,5%. И в среднем их можно купить за 3,5 миллиона рублей. Машины бренда Chery подорожали на 13,3% и теперь оцениваются в 3,2 миллиона рублей. Машина Хаваль, которая имеет производство в Тульской области, автомобили этой марки по-прежнему обходятся в 2,6 миллиона рублей. В первом квартале количество новых китайских автомобилей на Авито увеличилось на 266% в год. По приросту предложений лидирует Chery. Несмотря на подорожание, спрос на новые автомобили китайских брендов в третьем квартале вырос на 158%. В 2024 году производители из Поднебесной намерены продать в Российскую Федерацию почти 1,2 миллиона автомобилей. Автоваз и Москвич собираются реализовывать 500 тысяч и 300 тысяч, соответственно, штук. Аналитики считают, что при оптимистическом сценарии в стране будет продано 1,4 миллиона новых автомобилей. Ну что же, друзья, если другого нет, то, конечно, будут продаваться эти автомобили, а других просто нет. Ну и напоследок интересная новость из Норильского никеля, который переводится, переводит свое производство в Китай. Вот вам и управляющее. Если завод будет находиться на территории Китая, то он будет работать по другим совершенно законам. Но это уже, друзья, да, это уже руководство китайское будет решать. Норильский никель, крупнейший горно-металлургический холдинг России, намерен перевести медный завод под Норильском в Китай. В расчете на то, что это поможет преодолеть санкции. Про санкции не надо, расчеты тоже не надо. Здесь ведь дело, друзья, в том, что хочет Китай. Китай приказал, Норильск сделал. По словам Владимира Потанина, который глава компании является, и Потанин входит в топ-5 богатейших миллиардеров России с состоянием почти 24 миллиарда долларов, по оценке Форбс. На решение повлияли новые санкции США и Великобритании. За этими санкциями можно прятаться как угодно и кому угодно. Это давление заставило задуматься над тем, как правильнее доставлять наш товар до рынков сбыта. И одним из таких нестандартных решений является перенесение части производства на рынки непосредственного потребления. Так говорит Потанин. Взамен получаем возможность продлить нашу цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции. Что такое продвинутые компетенции? Так он добавляет, но неважно. По словам Потанина, закрытие медного завода в России и запуск нового в Китае будут синхронизированы. Новые мощности. КНР планируется построить к середине 2027 года. Будут готовить логистику и все необходимое для поставок концентрата. Для проекта в Китае планируется создать совместное предприятие, которому из России будет поставляться ежегодно около 2 миллионов тонн медного концентрата через Северный морской путь. Это позволит увеличить выручку на 20% и освоить технологии по производству батарейных материалов. До начала вторжения в Украину Норильский никель готовил совместный батарейный проект с немецким концерном БАСФ. Но после введения санкций он был приостановлен. Что же касается, друзья, Северного морского пути, то то, что пойдет, попадет на Сев, Северный морской путь, то частично пойдет на поставки в Китай концентрат, а частично в те далекие страны, которые Владимир Путин и его команда организовали в новом мире. Как была когда-то новая Швабия, теперь это, я не знаю, что это, новая Путинья, наверное. Но Путь, я не знаю, как назвали новую страну. Я просто так думаю, Шваб, Швабия, да, здесь Путин, Путинья, а может быть что-то еще по-другому. Звучит он, может быть, по-английски совершенно иным образом. Во всяком случае, то, что поставляется через Севмор путь, частично, обязательно уходит в новую страну Путина. Я Таня Карацуба, Сейдбурхан. Вот как Китай влияет на Россию, что даже Норильский Никель согласился поднимать китайскую экономику за счет своих мощностей. Китай, да, он хороший производитель многих товаров, но эти товары довольно дешевые и, наверное, не слишком поднимают китайскую экономику. А здесь такие концерны огромные будут просто поставлять свой концентрат, хотя это дороже, чем делать это, производить на месте. Но такая политика выгодна Китаю. Его экономика будет расти буквально гигантскими шагами. А вы говорите, вот тут и оно, что Китай стоит за спиной России. Россия впереди, а сзади Китай. То есть все, что нужно Китаю, выполняет Россия. Беспрекословно. Почти так. Но это мое личное мнение. Я Таня Карацуба, Сейдбурхан. Сегодня у нас с вами 26 апреля 2024 года.